Приветствую вас! Давайте разберёмся с тем, что вы пишете. У меня есть подруга, пишете вы. У неё очень непростой характер, впрочем, как и у меня. Анна, вы говорите, что у вашей подруги непростой характер. Это оценочное осуждение. То есть, если у подруги непростой характер, то, соответственно, это нужно несколько подробно описать. Что значит непростой характер? Что такое для вас непростой характер? Ну, что это значит непростой характер? Как вы понимаете, непростой характер у себя и для себя, например. Как вы понимаете, что характер непростой у, например, подруги? Как вы понимаете, что характер непростой у вас? То есть, вы же вот как-то говорите, что у меня непростой характер, у подруги непростой характер. Значит, как-то вот вы себе получается в этом, ну, отдаёте отсчёт. Да? Далее. Далее вы пишете. Она хороший человек. Ну, понятно. Имеется в виду хороший человек ваша подруга. Может быть, может быть, может быть, это и так. То есть, может быть, она и хороший человек. Но что это значит, что она хороший человек? Опять же, как вы для себя, ну, как вы себе объясняете, что кто-то человек хороший, а кто-то нет. То есть, это опять же у вас какое-то такое, знаете, оценочное суждение здесь у вас. Да? Идёт. Дальше. Так. Она хороший человек, но только я не могу сблизиться с ней. Сблизиться это как? Что вы вкладываете в это понятие? Понятие сблизиться. То есть, что для вас есть близость? Если вы не можете сблизиться, значит, это проблема с личными границами. То есть, я не могу сказать себе и другим, как я хочу, чтобы со мной общались или взаимодействовали. Например, и как не хочу, чтобы со мной общались и взаимодействовали. То есть, вот, по сути, такая история. Личные границы это то, как я позволяю себе взаимодействовать с людьми и людям взаимодействовать со мной. Понятно, да? О чём идёт речь? То есть, вот, если вы с кем-то не можете сблизиться, значит, вы в этом человеке видите для себя опасность. Либо опасность, либо вы испытываете вину. Зато, например, что не сможете сказать человеку, ну, как, например, с вами нельзя поступать. Ну, допустим, допустим. Да, 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 то есть, понятно, что это примитивные примеры, но тем не менее, тем не менее, надеюсь, что он понятен. Соответственно, если вы не можете ответить себе на вопрос, как я позволяю общаться с собой, людям, а как я не позволяю общаться или как я хотела бы, чтобы со мной общались и как не хотела бы. То есть, что я позволю по отношению к себе и что я не позволю. Что я сделаю сама по отношению к другим и чего я никогда не сделаю. Если вы не можете ответить себе на эти вопросы, то, соответственно, речь идёт о том, насколько вы разбираетесь в своих чувствах, насколько вы понимаете, что вы чувствуете и насколько вы принимаете себя. Да, и свои, собственно говоря, чувства. Если вы не можете ответить на такие, ну, достаточно простые вопросы. простые именно для того, чтобы общаться с людьми на равных или чтобы, по крайней мере, не бояться, допустим, сближаться. Когда вы говорите такую, значит, фразу, что я не могу с кем-то сблизиться, да, то сразу возникает вопрос. Не могу или не хочу. Потому что вещи разные. Если не могу, но хочу, значит, что-то мешает. И с этим, в общем и целом можно работать, можно с этим, в общем и целом, ну, как-то взаимодействовать, да, что-то делать и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А если не хочу, если именно не хочу, то это уже совсем другое. Это уже совсем иное. Если не хочу, то, а чего хочу? Тогда вопрос возникает, то есть немаловажный вопрос возникает, чего я тогда хочу. Вот. То есть я надеюсь, что здесь вы совершенно однозначно отнесётесь к данному факту, значит, с учётом того, что вы написали. Дальше идём. Следующий момент. В моей жизни была непростая дружба. Пишите вы со многими людьми, которые закончились с ужасом. Ну, здесь я полагаю, вы немножечко не правильно написали. Вот. Я думаю, что... Речь немножечко о другом, я думаю, что вы имеете в виду, что вы дружили с людьми. И эта дружба с людьми не заканчивалась ничем хорошим для вас. Я думаю, так. Это будет скорее... Ну, это будет правильно. Вот. То есть не люди заканчивались, да, а дружба. Дружба. Дружба заканчивалась ужасно. Пишите вы. аааа. Всё так. Действительно. аааа, действительно. Аааа... действительно. Что если дружба заканчивается ужасно, ну, на протяжении там... какого-то времени с разными людьми, но заканчивается одинаково. Значит, вы делаете что-то не так. Значит, вы поступаете как-то неправильно. Значит, вы имеете некий деструктивный сценарий, который приводит к тому по итогу, что дружба с людьми заканчивается. Ну и вы говорите, опять же, слово непростая дружба, что влечёт за собой, опять же, необходимости в анализе этой самой дружбы. Что значит непростая? А какая простая? А что вы сделали для того, чтобы дружба была простой? Все они уходили, когда мне были нужны. Вот вопрос возникает. С одной стороны, что значит, люди вам были нужны? Для чего они были нужны? Второе. Не должны ли они были, по вашему мнению, уходить? И по какой причине они уходили в самый критический для вас момент? Может быть, это были совсем и не друзья. Да? Дальше, вы пишите, теперь мне не просто с кем-то сблизиться. Опять же, а вы хотите? Чего вы боитесь? Быть может, всё дело в том, что вы, будучи не очень уверенным в себе человеком, ну просто вот в силу того, что вы не очень уверенный в себе человек, может быть, именно в силу этого вы не хотите сближаться, потому что вам проще не сближаться, чем сблизиться, скрыть свою неуверенность, почувствовать себя слабой, понадеяться на другого человека, а он вас, соответственно, подведёт. Пока всё складывается довольно логично. И поэтому я, пишите вы, не могу так близко подпустить к себе подругу. Не могу так близко подпустить к себе подругу. Так близко это как? Как близко? То есть, тут непонятно. от вас как будто требуют, требуют избавляться от свободы, да, и сближаться с подругой. Да ещё и так, как вам того не хочется. Довольно странно. То есть, получается, что у вашей подруги есть некая такая потребность, может быть, или претензия к вам, что вот, например, ты должна со мной обязательно сблизиться так, как я хочу. Вы вините себя, ну, опять же, как я понял, если я правильно понял, вы обвиняете себя за то, что не можете сблизиться с ней так, как хочет она, и поэтому вы не задали свой вопрос нам сюда. Опять же, я могу ошибаться в общем и целом. Опять же, я могу, ну, понимать что-то неправильно. То есть, вы свои собственные личные границы не очерчиваете и не можете поэтому допустить подругу-подругу к себе близко. Далее, вы пишите, я даже не хочу, но в то же время не хочу её обижать. Если вы не хотите с ней сближаться, в чём тогда проблема? Анна. Вы пишите, но не хочу её обижать. По какой причине? Если вы не хотите сближаться с подругой, но видите, что она с вами сближается или хочет сблизиться, то, соответственно, если вы её уважаете, если она вам, ну, не безразлична, скажем так, или если вы хотите, чтобы она не страдала, да, то, соответственно, вам нужно как раз-таки её обидеть. Для чего? Для чего вам нужно её обидеть? Чтобы она обошла от вас. Чтобы она перестала надеяться на то, что с вами сблизиться сможет. Справедливо? По-моему, вполне. По-моему, вполне. То есть здесь вам нужно определиться с тем, чего хотите вы всё-таки. А бы у вас не хочу сближаться, не хочу обижать, а хотите чего? Хотите-то чего? Вот у вас вопрос, да, забегаете вперёд. Вопрос такой. Я не знаю, что делать. А что делать, чтобы что? Вот что важно. Правильно, вы не знаете, что делать, потому что, чтобы что делать. Потому вы и не знаете. Потому что нет цели. Надеюсь, вы поняли мою мысль здесь. То есть чего вы не хотите, мы поняли, а чего вы хотите теперь? Далее. Значит, вы пишите, что я не хочу её обижать, потому что она хочет со мной общаться. И что? Какая разница, чего хочет подруга? Какая разница, что она хочет с вами общаться? Вот в буквальном смысле этого слова. Какая разница, что она чего-то там хочет, если вы не хотите? Какая разница? Мало ли чего она хочет? Или, может быть, вы, как бы, простите меня за тавтологию сейчас. Хотите, чтобы она хотела с вами общаться? Потому что это для вас что-то значит, но вы не хотите за это платить. Вы не хотите нести ответственность за то, что она хочет с вами общаться. То есть вам нравится то, что она хочет общаться с вами. Вам это нстит, вам это даёт какую-то выгоду. Вот. Вам это даёт какую-то выгоду. Но, по факту, по факту, вы не хотите за это платить. Вот. И ответ на ваш вопрос, что делать, будет таким по итогу. Разберитесь в себе с тем, что вы хотите. Разберитесь с тем, что вы можете. Это обязательно. Разобраться с тем, что вы можете. То есть, что вы можете дать человеку. Что вы можете предложить человеку. То есть, вот, как бы вы могли сблизиться с ней на наиболее безопасном для себя уровне. Ну, мне не кажется это чем-то, знаете, сложным для понимания и для реализации. И честно, после этого честно, скажите своей подруге, что, мол, дорога, вот так и так, прости, но вот я не могу с тобой сблизиться больше, чем вот ты хочешь. То есть, я вижу, что ты хочешь со мной сблизиться, но я не могу, прости. Вот. Если тебя устраивает вот так вот, как мы, ну, как я могу с тобой общаться, то мы будем. Если нет, я пойму, я пойму и всё. Ну, вот. Я не говорю, что так будет всегда, но мне просто нужно время. И всё. Проблема решена. Именно с ней, не с вами, не с тем, что у вас забред на близость, у вас забред, забред идёт не сближайся с людьми. Не знаю, наверное, вам говорили в детстве, чтобы вы не общались с незнакомыми. Это такая классическая страшилка родителей. Вот. Не общается с незнакомыми людьми, а то вот будет плохо. Знаете. А то, что незнакомые люди становятся со знакомыми, да, со временем. Вот. Это... И если незнакомые люди замышляют что-то плохое, то они это сделают так и так, общаться с ними, не общаться. И то, что общаться нужно, чтобы уметь обвзяться, да, чтобы уметь как раз таки отличать тех, кто замышляют что-то плохое, и тех, кто ничего не замышляют плохого, да. Вот. Этого родители, естественно, не знают. Вот. Ну, это вот такая схема, как она видится на мне, исходя из того, что вы написали. Вот. Поэтому подруге нужно сказать вот то, что я привёл примерно, ну, своими словами, конечно. А вам нужно работать над собой и, с одной стороны, определять свои личные границы, с другой стороны, с другой стороны, принимать себя и не бояться каких-то вот вещей, да. То есть не бояться сближаться, возможно становиться более самодостаточной, если у вас есть с этим, ну, какие-то проблемы. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.